Привет! Где-то год назад на нашем канале вышел ролик о научных прозрениях писателей, о том, какие научные и технические достижения нашего современного мира были намного раньше своего появления придуманы и описаны в художественной литературе. В основном писателями-фантастами, конечно. Не исключено, что именно благодаря их невероятной интуиции эти явления, такие, например, как роботы или интернет, появились в принципе. Но то, что именно писательская интуиция вдохновляла ученых и разработчиков, совершенно точно. Вот здесь будет ссылка на тот ролик, посмотрите, если не видели. Сегодня тема будет похожая, поговорим мы о нескольких расхожих устойчивых выражениях и понятиях, которые вошли в обиход благодаря писателям, прошедшим войны, разные войны. Но понятия эти очень универсальные, применимые к разным эпохам. Возможно, вы никогда и не связывали эти выражения, идиомы и понятия с литературой, но да, а именно писатели являются их авторами. Полетели! Уловка-22 — один из самых загадочных терминов, который постоянно в том или ином виде возникает в инфополе. В английском языке выражение «catch-22» вообще уже давно стало такой общеупотребимой идиомой. Многие люди моего поколения, кстати, могут помнить телепрограмму «Уловка-22», делал которую режиссер Иван Дыховичный. Безусловно, судьба человека — это его характер. Я думаю, что Георгий Иванович это отлично знает. Сначала о том, что это такое, а позже расскажу, какому писателю и какой книге этот термин обязан своим появлением. Уловка-22 — это логический парадокс. Он описывает ситуацию, которая возникает, когда установленные правила взаимоисключают друг друга, а попытка нарушить правила автоматически подразумевает их соблюдение. Или наоборот, попытка соблюсти правила приводит к их нарушению. Пример. Представим себе военную медкомиссию о свидетельствовании у психиатра. На вопрос специалиста, хотите ли вы на фронт, зная, что там вас, скорее всего, убьют, вы говорите «Да, я хочу на фронт», зная, что там меня, скорее всего, убьют. Психиатр совершенно справедливо считает, что человек в здравом уме не может хотеть на фронт, чтобы его там убили. И ставит вам диагноз, несовместимый со службой в армии. Таким образом, если вы хотите на фронт, вы на фронт не попадете. Если же вы говорите, что вы не хотите на фронт, это значит, что вы в здравом уме, что вы совершенно здоровы, вам ставят штамп «Годен» и отправляют на фронт. Еще один пример уловки 22. Путин любит подчеркивать, что он обычный человек. Следовательно, как и все люди, он может ошибаться. При этом Путин – верховный главнокомандующий. С большой, конечно, буквы. А верховному главнокомандующему доверять нужно абсолютно и беспрекословно. Следовательно, Путин не может ошибаться. Его действия нельзя ставить под сомнение. Следовательно, если ты считаешь его действия ошибочными и ставишь их под сомнение, то считаешь Путина обычным человеком, который может ошибаться. А если ты считаешь, что Путин может ошибаться, твои мозги промыты западной пропагандой, а сам ты иноагент, и национал-передатель. Следовательно, настоящий патриот не может считать Путина человеком. Термин «уловка-22» был придуман блестящим американским писателем Джозефом Хеллером. Собственно, так называется самый известный его роман «Уловка-22». Это, кстати, одна из моих самых любимых книг. Относительно недавно на HBO вышел и сериал по книге с Джорджем Клуни и Хиллори. Сам Джозеф Хеллер прошел Вторую мировую, служил в ВВС. То есть роман, по большому счету, автобиографический. И роман великий. Он, по сути, предвосхитил многие американские антивоенные литературные шедевры того же Курта Вонегута или Томаса Пинчина. «Уловка-22» — роман абсурдистский. В нем очень много юмора. Но юмор этот такой очень грустный. Смешно только на поверхности, в глубине, под пленкой абсурдных смешных ситуаций, бездна ужаса, отчаяния и боли. Вот по ощущениям близко к книге «Москва-петушки» Венедикта Ирофеева, когда вроде бы каждая конкретная ситуация смешная, очень острый язык и обороты, но вместе все эти смешные ситуации складываются в беспросветную хухтоническую мозаику. Герой романа «Уловка-22» — американские военные летчики. Действие происходит в Европе во время Второй мировой. Как вы, наверное, догадались. Сюжет не буду пересказывать, сами прочитайте. Еще раз порекомендую эту книгу. А вот, собственно, первоисточник из текста романа «Уловка-22» гласит «Всякий, кто пытается уклониться от выполнения боевого долга, не является подлинно сумасшедшим». Да, это была настоящая ловушка. «Уловка-22» разъясняла, что забота о себе самом перед лицом прямой и непосредственной опасности является проявлением здравого смысла. Ор был сумасшедшим, и его можно было освободить от полетов. Единственное, что он должен был для этого сделать — попросить. Но как только он попросит, его тут же перестанут читать сумасшедшим и заставят снова летать на задание. Ор сумасшедший, раз он продолжает летать. Он был бы нормальным, если бы захотел перестать летать. Но если он нормален, он обязан летать. Если он летает, значит, он сумасшедший. И, следовательно, летать не должен. Но если он не хочет летать, значит, он здоров и летать обязан. Есть, кстати, этот роман и в переводе «Поправка-22». Книга — это в том числе об абсурде бюрократии, ущемлении инициативы, приоритете бумажки, приказа над личностью. Ну, поэтому и поправка, как поправка в приказе или документе или законе. Поправка, которая в то же время является уловкой или ловушкой. Все это catch. Но «Уловка-22», конечно, перевод намного более точный, отражающий суть мысли. Но главное все же, о чем книга, это о расчеловечивании, которое приносит война. Есть в романе эпизод, когда офицер насилует горничную, потом душит ее и выбрасывает в окно четвертого этажа. Просто как мусор. А когда ему пытаются объяснить ужас содеянного, он искренне не понимает. Ведь он чуть ли не каждый день сбрасывает тонны взрывчатки на городские кварталы, в которых по его вине гибнут сотни таких девушек. И за это ему дают награды. А тут выкинул одно в окно. И почему это плохо? В чем разница? Действительно, разницы-то нет. И поездка в город без увольнений гораздо более серьезная причина для служебных неприятностей, чем изнасилование и убийство. Следующий термин. Потерянное поколение. Сейчас он тоже употребляется все чаще. Будет употребляться еще чаще после войны, когда искусство и наука попытаются осмыслить эпохальное событие, которое мы сейчас переживаем. Что же это за поколение такое, потерянное? Термин этот применяется в социологическом и литературном контекстах. В социологическом смысле потерянным поколением называли молодых людей, изломанных Первой мировой войной. Которые, ослепленные уропатриотической пропагандой, отправились на войну и испытали горькое потрясение, познав ее изнутри, в реальности, а не на гид-плакатах и пропагандистских материалах. Вернулись домой они физически и нравственно травмированными, разочарованными и опустошенными. Целое поколение, которое с войны вернулось в совершенно другой мир. Их представление о морали, религии, общественном устройстве, все, на чем они были воспитаны, все, чем формировалось их мировоззрение, больше не работало. Мир стал другим. И им приходилось переизобретать себя, чтобы стать частью этого нового мира. В литературе самыми громкими голосами потерянного поколения были известные, знакомые всем по школьной программе имена. Эрих Мария Ремарк, Эрнест Хемингуэй, Фрэнсис Скотт Фитджеральд, Томас Вулф и другие. И с тех пор термин этот, потерянное поколение, применяется к поколениям, разочаровавшимся в окружающем мире из-за военных, экономических или других каких-то больших общественных потрясений. Собственно, поколение Икс, поколение начала 90-х, поколение Гранжа, это такая определенческая вариация на тему потерянного поколения первой половины 20-го века. Как вы поняли, в социологии и философию термин этот пришел из литературы. Принято считать, что автор его Эрнест Хемингуэй. Но это не совсем так. Хемингуэй действительно использовал его в одном из эпиграфов к роману «И восходит солнце». А эпиграф этот звучит просто так. Все вы, потерянное поколение. Но дальше Хемингуэй, как это принято в эпиграфах, ссылается на автора. Вот этот эпиграф полностью. Все вы, потерянное поколение. А дальше автор. Гертруда Стайн в разговоре. Автор термина – американская писательница Гертруда Стайн. Известна она не только как классик американской литературы, но еще и тем, что была, говоря современным языком, инфлюенсером и поддержкой для молодых тогда художников и писателей. От Пабло Пикассо до, собственно, самого Хемингуэя. Фактически для всех, кто формировал культурный ландшафт в Европе и Америке первой половины 20 века. Кстати, имя Гертруда Стайн вполне возможно знакомо вам и вот по этой картине Пабло Пикассо, которая так и называется. Портрет Гертруда Стайн, она очень известная. Уже много позже, спустя почти 40 лет после выхода романа «И восходит солнце» в романе «Праздник, который всегда с тобой», Хемингуэй рассказал историю о том, как Гертруда Стайн сгенерировала этот термин. «Потерянное поколение». Цитата из романа. «Когда мы вернулись из Канады и поселились на улице Натурдам-де-Шан, а мисс Стайн и я были еще добрыми друзьями, она и произнесла свою фразу о потерянном поколении. У старого Форда, о модели Т, на котором в те годы ездила мисс Стайн, что-то случилось с зажиганием, и молодой механик, который пробыл на фронте последний год войны, теперь работал в гараже, не сумел его исправить, а может быть, просто не захотел чинить ее форт вне очереди. Как бы там ни было, он оказался недостаточно серьезным, и после жалобы мисс Стайн, хозяин, сделал ему строгий выговор. Хозяин сказал, «Вы все потерянное поколение, вот кто вы такие». «И все вы такие», — сказала мисс Стайн, «вся молодежь, побывавшая на войне, вы потерянное поколение». Вот так. Все на сегодня, будем прощаться. Кто-то, возможно, спросит, а где же Орвелл? Орвеллу и его словарю мы когда-нибудь посвятим отдельный выпуск, обязательно. Ну а пока счастливо. Продолжение следует...